Ну все, подаю заявку в тренеры континентальной хоккейной лиги. Петербург не только культурная, но и спортивная столица России. Здесь можно заниматься любыми видами спорта, начиная от бокса и заканчивая бальными танцами. Как и где это сделать, расскажет Соня. Сегодня она окунется в мир детского хоккея. Всем привет! Мы находимся возле Академии Харламова. Сегодня мы окунемся в мир детского спорта и покажем вам, как тренируются юные хоккеисты. Мы заглянем на тренировку ребят из команды СКА «Звезда» 2009 года, пообщаемся с их тренером и расскажем вам об индустрии детского хоккея в Санкт-Петербурге. Вы уже чувствуете дух юных Овечкиных и Панариных? Я точно чувствую. Так, 9.30 утра. Честно признаться, я не особый любитель таких ранних подъемов. И обычно в это время еще лежу в кровати. А ребята уже готовятся выйти на лед в тот ранний час. Я предлагаю зайти к ним в раздевалку и посмотреть, с каким настроем ребята готовятся к ледовой тренировке. Никита, привет! Расскажи мне, во сколько ты сегодня проснулся? 7 утра. Такой ранний подъем тебе комфортно так рано просыпаться? Да. У тебя была первая тренировка? Первая тренировка? Да. Лесенка. Что вы делали? Бегали по лесенке. Ноги не забились? Нет. А сейчас у тебя будет лед, я правильно понимаю? Сейчас лед будет, да. В течение одного часа? Да, 10-15. А потом ты поедешь в школу? Потом кушаем, потом в школу. Это ты учишься в первую смену или во вторую? Первую. Первую, то есть ты попускаешь первый урок? Ну, там с четвертого, когда учимся. Там с четвертого, с третьего урока начинаем. Там по-разному. А кто твоя лучший друг в команде? Вот этот. Миша. Миша Симулин. Никита, я знаю, что у хоккеистов очень тяжелые баулы. Расскажешь мне, что у тебя в нем лежит? Так, это у меня в бауле для перемотки клюшки. Это для ОФП. Мы тренируем там икры, ноги, стопы. Прыгаем на скакалке. Скотч – это перематывать гамаши. А лесенка – это разминка перед игрой. И еще лежат запасные лезвия, если вторые затупятся. В общем-то, все. И вода потушена. Пока ребята ушли на лед, я немного похозяйничаю в их раздевалке и проведу вам экскурсию по ней. У нас есть туалетная комната, душевая кабина, потому что каждому хоккеисту обязательно нужно принимать душ после тренировки. Все-таки парням после льда ехать в школу. Мне, к счастью, в школу после тренировки ехать не надо, поэтому я душ принимать не буду. Идем дальше. Возле входа у нас есть специальная стойка для клюшек. Возьмем одну из них. Уже началась тренировка, и пока они разминаются, я хочу воспользоваться возможностью и почувствовать себя главным тренером команды. Я сейчас встану на скамейку и буду командовать игроками. Ну все, подаю заявку в тренеры континентальной хоккейной лиги. Тренер нарисовал тактическую схему, по которой сейчас будут работать ребята. Они распределились на пятерки и сейчас будут отрабатывать броски. Валентин Владимирович очень строгий тренер. Мне тоже захотелось вытянуться по струнке и начать выполнять его указания. К нам присоединился вице-президент хоккейного клуба «Схазбезда» и мастер спорта по хоккею Кирилл Сафронов. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. И скажите нам, в каком возрасте нужно приводить ребенка в хоккей, чтобы из него вырос профессиональный спортсмен? Меня привели в 6 лет, например. Но это было в 87-м году, это было очень давно, я уже не помню. Сейчас как-то все убыстрилось, родители приводят уже такое ощущение, бывает детей, как только они начали ходить. Но средний возраст, наверное, года 4. То есть у нас в клубе занимаются дети с 4-х лет. А вот что касается физических данных ребенка, я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас в континентальной хоккейной лиге у нас прослеживается тенденция на более мелких и скоростных игроков, например, такие как Никита Вусев, Жафяров, да, допустим. А габаритные игроки уже немножко отходят на второй план. Вот какими физическими данными должен обладать ребенок, чтобы из него хоккеист получился профессиональный? Я бы в детском хоккее не стал бы разделять, потому что все равно профессиональными хоккеистами становятся, наверное, 1% от общего числа занимающихся, это должны там все звезды сойтись. И не соглашусь, что сейчас в профессиональном хоккее более маленькие игроки, потому что если взять там НХЛ, там 20 лет назад были такие звезды, как Тео Фалери, например, там Могучий Мышонок, я помню, такой, даже книжку потом он написал. То есть в разное время всегда есть игроки и поздоровее, и там поменьше, да, хоккей меняется, сейчас хоккей стал намного быстрее, и вот, например, ХЛ уменьшили площадки несколько лет назад, за счет этого хоккей стал более силовой, более зрелищный. Скорее может меняться немножко физическая подготовленность, потому что прогресс не стоит на месте, и всегда появляются какие-то новые течения, как готовить спортсменок к еще более серьезным нагрузкам. Но всегда игроки, которые более физически развитые и более мощные, так сказать, они все равно ценятся больше, им легче все-таки себя проявить, потому что хоккей – это контактный вид спорта и очень много силовой борьбы. Особенно я бы отметил Панарина, да, который играл и в Витязи, и в СКА, и здорово играет сейчас в НХЛ. То есть он, несмотря на свои маленькие габариты, небольшие, очень крепкие физические, и умеет использовать там свое тело тоже по максимуму. Что касается, например, нашего клуба, мы берем всех, да, потому что у нас клуб коммерческий, вот, поэтому мы заинтересованы, чтобы как можно больше детей приходило к нам заниматься. Есть клубы, там, условно-бесплатные, которые существуют за счет государственных денег, это государственное бюджетное учреждение, или клубы, там, систем. Вот, соответственно, в этих клубах существует отбор, да, там есть некие тесты, там, детей тестируют и оставляют уже, там, сильнейших по физическим навыкам. Ну, это, наверное, поначалу так, потому что все равно, там, хоккейный интеллект, он, может быть, такой уровень, что игрок не очень сильный, там, не может там потянуться 20 раз, зато он зайдет, там, пять головок. Если мы про коммерческую составляющую заговорили, то как вы думаете, лучше начинать заниматься хоккеем в частной школе или в государственной? Мне кажется, лучше заниматься хоккеем там, где ближе к дому, потому что очень много родителей тратят времени и форма хоккея, и постоянные тренировки, и есть тренировки, например, там, в 6.45 утра, там, ребенку нужно в 5 вставать, и по выходным игры тоже, вот, у нас есть, например, дети, которые занимаются здесь на Пражской, в Купщино, а живут в Комендантском. И, например, несколько дней в неделю у них тренировка в 6.45, там даже метро еще закрыто. Я сегодня поговорила, да, с одним из спортсменов, он сказал, что в 6 утра проснулся. Да, да, поэтому моментов таких много, поэтому я считаю, что лучше заниматься поначалу, опять же, там, где ближе к дому, все складывается хорошо, там, у ребенка получается, то можно уже, там, в возрасте, наверное, там, лет 10 идти, там, на просмотр в сильный клуб, когда начинаются соревнования. Соревнования начинаются, по-моему, сейчас Кубок Федерации сначала идет один год, потом первым в Санкт-Петербурге, вот, поэтому, по-моему, Кубок Федерации начинается 8 лет. То есть уже, там, как бы, к официальным соревнованиям, там, можно попробовать, там, пойти, там, в сильный клуб, там, смотря у рейтинга, какие еще цели, смотря какие тренеры, тоже столько же всего. Может быть, в коммерческом клубе, ну, как, например, наш, у нас работает в команде, там, больше тренеров, чем, например, в государственных клубах, да, ну, вот, и каждому ребенку, там, больше внимания уделяется, больше можно с ним, там, заниматься, там, какими-то техническими моментами. Ну, и тогда касательно тренеров, я заметила, что Валентин Владимирович, который сейчас работает на льду, достаточно суровый тренер, мне самой захотелось подтянуться и начать пополнять его требования, вот, какими качествами детский тренер должен обладать? Валентин Владимирович, мало того, что суровый тренер, он еще сурово выглядит, поэтому, да, полностью соответствует своему имиджу, тренер очень хороший, требовательный, и, конечно, тут надо искать баланс, ну, не обидеть каким-то словом, да, бывает, что некоторые тренеры, там, и нецензурно выражаются, от этого, конечно, никуда не уйти. На старте нашего клуба в 15-м году еще я к этому относился очень негативно, но, на самом деле, многим родителям нравится, они не могут там на свое ребенок накричать, им нравится, что тренер держит очень жестко, и... Я знаю, что многие руководители штрафуют тренеров за нецензурное брание, вы так не делаете? Ну, да, мы не штрафуем, но мы проводим беседы, сейчас везде есть камеры, все можно посмотреть, и не слушаем, да, что говорят, но, когда приходит такая информация, обязательно это разбираем, и, естественно, мы не поощряем это, Да, мы считаем, что мы, мало того, что культурная столица Санкт-Петербурга, и пытаемся это привнести в наш клуб, да, чтобы и тренеры, и дети тоже общались культурно между собой, но жесткость, она должна быть обязательно, ну, в разумных пределах. Тренировочная неделя у нас начинается со вторника, понедельник у нас выходной, после игр, получается, на федерацию, с понедельника у нас работа начинается ОФП, 5 час, 15 льда, сразу после ОФП. С начала недели мы потихоньку вкатываемся, сначала у нас будет техническая работа, это первый день катания на льду, второй день добавляем где-то дриблинг, третий уже день, это среда катания плюс дриблингом, то есть владение шайбой плюс, и уже с четверга уже более такие тактические упражнения, уже подводящие к выходным дням, выходные дни у нас игры. Сегодня у нас тренировка достаточно ранний час, вот расскажите, дети, получается, учатся во вторую смену или пропускают школу? Нет, у нас спорткласс, и поэтому мы утром тренируемся, у нас проходит, вот как я говорил, ОФП лед, потом они здесь кушают на арене у нас, и сразу же идут в школу, и школа у нас начинается в 11.50, и они, ну, можно сказать, что во вторую смену, да, они заканчивают в пол-пятого где-то примерно, на целый день они заняты. Очень удобная опция, а вечером у них тренировок уже нет. Вечером у нас есть как дополнительные тренировки уже, также бросковые у нас есть, кроксфит. Я не зря сменила образ, потому что сегодня вас ждет приятный бонус от нашей команды. Мы разыграем бейсболку лучшего бомбардира сборной «Россия-25» и нападающего хоккейного клуба «СКА» Валентина Зыкова. Вместе с Валей мы подготовили памятный сувенир с автографом для одного из наших зрителей. Условия конкурса просты. Вам нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте «Спорт день за днем», поставить лайк этому видео, сделать его репост, а также написать в комментариях, сколько шайб добил Валентин в рамках Лиги Ставок большого тура сборной «Россия-25». Дам вам небольшую подсказку. Валентин стал лучшим бомбардиром сборной на этом товарищеском турнире. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте классные призы от спорта «День за днем». Бейсболка реально крутая. Лев, расскажи мне, с какими лет ты хоккеем занимаешься? С трех лет. Не знаю, на какого профессионального спортсмена ты хочешь быть похожа? Ну, кучеров, например. Как кучеров. А кто твой любимый игрок в континентальной хоккейной лиге? Ну, в Телеге. А он где играет, ты знаешь? В Авангарде. Ну, какой молодец. И в Телеге нам, кстати, контакт с Авангардом на один год вчера продлили. Да. Видите? И у нас умные хоккеисты. На матчи с Катой домашний ходишь с Родителями? Нет, я только приезжу здесь. Я не был на игре. Ну, приходи в следующем году. Ну, хорошо. Какой хороший мальчик. Вот так куются юные Александры Овечкины в хоккейной школе «Сказ-звезда». А вам, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И не забывайте участвовать в конкурсе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...